На самом деле рак это даже не болезнь, это просто симптоматика первая интенсивного химического отравления и второго засранных выделительных систем. То есть каждая раковая опухоль это просто скопище мертвых клеток. Мертвые клетки откуда у нас берутся? Когда какая-то ядовитая дрянь их убивает? Нет, первостепенно это конечно же витаминизация, то есть витаминки, которые вам вкалывают в плечики, как вы уже знаете, это просто яд чрезвычайно критичной степени. И то же самое касается самолетиков, которые распыляют эльфийскую пыль, ядовитой воды из-под крана, какой-нибудь ядовитой еды из супермаркета, медикаментов и прочей всякой химозы. То есть опять же можете самостоятельно провести корреляцию, что представители диких племен не были подвержены раковым заболеваниям по той простой причине, что в их жизни не было никакой химозы. Соответственно любая дрянь, которая убивает бактерий, она же убивает и ваши клетки. Потому что строение бактерий от строения вашей клетки ничем не отличается. Те же экзосомы, рибосомы, нуклеиновые кислоты, ядро, митохондрии абсолютно идентичное явление. Если мы будем опираться на науку, которую многие не любят, ну смотрите, в науке как и говна хватает, так же и положительного явления, так в принципе во всем в этой жизни. И как нам ученые рассказывают, что когда-то были одноклеточные, то бишь бактерии. Они там сами по себе ползали, жили, а потом они начали превращаться в многоклеточные организмы. То есть по большому счету ваше тело состоит из миллионов, миллиардов бактерий. И соответственно если вы выпиваете какой-нибудь антибиотик, либо какой-то другой антисептик, что убивает бактерии, он убивает и ваши клетки. Преимущественно вашу печень. Потому что все токсины первостепенно летят туда, чтобы там либо отфильтроваться, либо быть нейтрализованными. Но печенка страдает в первую же очередь. Но пока опять же яды до нее доберутся, они по этому пути покоцают еще ряд других тканей и органов. Поэтому, ну вот такие его дела. То есть соприкасаться с любой херней, которая бактерии убивает, ни в коем случае нельзя. Вы должны понимать, что ваши клетки убивают, тире ведет к раку и средства для мытья посуды. И какие-нибудь там мыло в виде сейфгарта. И туалетный утенок. Вот да, вы заходите в торговый центр, там какая-нибудь техничка помыла туалет. Вы этой дрянью надышиваетесь, вы себя убиваете. То же самое касается всех вот этих освежителей воздуха, распылителей. Там это же все противогрибковая тема. Да, мы потом будем касаться, скажем так, истории повидлуса. Есть такое явление, как ПГМГ, которое содержится во многих антисептиках. Есть даже южнокорейское исследование, когда в 2011 году, если я не ошибаюсь, вот эти вот освежители воздуха привели к пневмонии легких у порядка, по-моему, 11 миллионов человек. Там потом на коленях представители этой компании извинялся перед всей южнокорейской нацией. Ну и сейчас мы не будем этого касаться, просто потому что я не насохранял все эти ссылки, да, чтобы быстро сейчас к ним апеллировать. Мы потом на следующих трансляциях этого коснемся. Но как бы я к чему веду? Вы имеете в виду, что любая вот эта антисептическая дрянь, она убивает ваши клетки. И если ваши выделительные системы работают нормально, в том плане, что мертвую клеточку вы можете растворить, а затем выписать, да, либо там вывести с желчью, либо вывести через лимфу, отхаркав ее, тогда все нормально. Но если ваша лимфа забита, если почки перещелочены и работают неправильно, если печенка забита камнями, то организм будет вынужден вот эти мертвые клетки складировать в так называемые мусорные мешки в виде раковых опухолей, которые, собственно, ваш организм сам и создает, чтобы куда-то вот эту мертвую ткань смочь на время положить. Ну вот такие его дела. Поэтому рак – это не какой-то отдельный вид заболевания. Рак – это еще раз химическое отравление и забитые выделительные системы. Например, вот люди, которые уже начали делать тюбажи, вы могли заметить, что на первом тюбаже, особенно если вы всю жизнь питались всякой херней, ваша желчь охренеть как воняет. Она часто черного цвета, либо темно-коричневая, и воняет там, я не знаю, как тысячи гниющих трупов, да, как из пасти Кракена. Почему? Потому что там лежит очень много ваших мертвых клеток, которые ферментируются бактериями, глистами, либо просто там лежат, гниют сами по себе. И когда вы все это дело сливаете, вот вон еще и стоит, потому что печень – это основной орган, который мертвые клетки, собственно, из нашего тела и удаляет. И, соответственно, если желчные протоки забиты камнями, или, допустим, в принципе, желчь не оттекает, да, вы там находитесь, допустим, ну, на каком-то из веганских типов диет, где желчь особо не требуется, да, едите какие-нибудь там фруктики, то есть в рационе нету насыщенных жиров или жиров в принципе, то, соответственно, желчь не оттекает, и также вся эта мертвичина там застаивается. Постепенно это все трамбуется билирубином, камнями холестериновыми и прочей всякой бякой. Поэтому забитая печенка – это, наверное, 70% переменных, которые, собственно, к ракове приводят. Поэтому если у вас зеленые глаза, то вы уже… у вас по-любому есть раковые опухоли. Вы поймите, что они есть на данный момент, просто вы еще к уродам в белых халатах не обращались и их не диагностировали. Если в теле присутствуют химические реагенты и выделительные системы хоть в какой-то степени забиты, а забиты они у вас всех, у вас есть раковые опухоли, просто они маленькие. Они возникают, потом растворяются. Вот банальный пример раковой опухоли – это бородавка. Вы же знаете, на пальцах очень часто появляются. Это та же самая раковая опухоль, просто она очень маленькая. В ваших пальцах забиты лимфатические сосуды, кровеносные. Какая-то ядовитая бяка поубивала там клеточки, и они были вынуждены отложиться в бородавку. И, допустим, я на эту тему уже закидывал некоторые там изыскания Болотова, где он рассказывал, как бороться с бородавками. То есть, чтобы избавиться от бородавки, нужно ее либо уксусом потереть, чтобы этот уксус впитался в кожу и растворил ваши мертвые клетки. Ну и помимо этого он еще растворит застой в кровеносной системе и в лимфатической. Все эти питательные соки полноценно потекут и смогут вот эту мертвичину оттуда забрать и вынести, допустим, либо к почкам, либо к печенке, либо в лимфу затрамбовать, и потом это все выхаркается, либо выйдет там, допустим, с той же спермой, да, либо там с молочницей у женщины. Ну, короче, так или иначе, через какие-то выделительные пути это все уйдет. Либо у Болотова также была рекомендация, там, соль. Да, то есть, опять же, солевые повязки достаточно эффективно лечат рак. Почему? Ну, потому что соль, она также в некоторой степени сможет подрастворить эту мертвичину, и плюс соль налаживает качество вашей лимфы и крови. То есть, мы зачем соль поедаем, да, по 30 грамм в сутки, чтобы свою лимфу засолить, чтобы она стала жиденькая? Об этом, собственно, говорил Трум. Я закидывал его видео, там, выше поройтесь, это в самом начале канала было, где он показывал, что когда молоко соленое, оно остается жидким, а когда оно не соленое, оно створаживается. С нашей лимфой дела обстоят точно так же, потому что зачастую именно недопереваренными молочными продуктами наша лимфа и забивается. Если соли в рационе нет, и вы, например, казеин недопереварили качественно, у вас там плохая желчь, плохой желудок, то вот эта слизь, она как резина потом в лимфе трамбуется. И Трум и говорит, что отсюда рак и возникает, то есть бессолевая диета и при этом поедание вареных сыров к раку и приводит, потому что жуть как трамбуют лимфатическую систему. И кровеносную тоже. Важно понимать, что казеин вареный и даже сырой, если он качественно не переварился, он забьет ваши кровеносные сосуды. Обратите внимание, вот, допустим, даже Рома Милованов об этом говорил еще очень давно, что люди, которые потребляют молочные продукты, естественно, он говорит про пастеризованную дрянь из магазина, они становятся очень бледными. Да, идут к так называемому белокровию. Почему это происходит? Ну, потому что казеин от молочных продуктов забивает микрокапилляры ваших костей. Соответственно, кости не получают питания в виде витаминов и минералов, и у вас начинается так называемый хронический лейкоз. То есть костный мозг просто меньше эритроцитов продуцирует. И вы ходите весь бледненький, с так называемой анемией. Помимо этого, казеин склеивает, в принципе, все микрокапилляры в нашем теле. Микрокапилляры кожи, каких-то других отдаленных от артерий тканей. И ваша кожа, опять же, начинает принимать белесый оттенок. Поэтому, пока у нас атрофический гастрит, пока у нас камнями забита печенка, и то, когда вы камни пробьете, это не значит, что железь станет хорошей. Это значит, что у нее на это появится шанс. Да, вам нужно продолжать придерживаться качественного питания, закисленной крови, чтобы все клеточки печени обновились. Потому что выбитые камни, да, желчи становятся больше. Ну, желчи-то это она, как бы, хрень собачья. Там ни солей, ни ферментов. Ее много, но это просто вода. Вам нужно дождаться, когда адипоциты похудеют. То есть, клетки станут функциональными, если печень жирная. Если она фиброзная, то, в принципе, мертвая ткань растворится, и построятся новые здоровые клеточки. Если клеточки просто дегенеративные, да, там, повредились химией, повредился их геном, и они продуцируют плохую желчь, вам также нужно время. И вот, когда желчь станет хорошей, тогда уже можно будет начать играть с молочными продуктами, и то специфическими, да, я их уже, собственно, на канале называл. То есть, коровий высер, мы не трогаем вообще козью. Там надо играться, смотреть, наблюдать за своим состоянием, дает ли оно слизь, начинает ли белеть кожа. То есть, вы самостоятельно можете индексировать то, насколько хорошо с козьей молочкой вы справляетесь. Если наблюдается негативная симптоматика, ну, естественно, надо убирать. Конская и ослиная гораздо более легкие и приоритетные, поэтому они подходят, ну, в принципе, большинству. Но, опять же, при условии качественной желчи и хорошего желудка, который сможет все это окислить. Потому что, если соляной кислоты нема, ну, как вы молочный белок переварите? А если желчь дерьмовая, как вы молочный жир перевариваете? Важно понимать, что молочный жир – это самый тяжелый жир на планете. Самый тугоплавкий, самый тяжелый с точки зрения окисления нашими ферментами. Поэтому молочные продукты, они, безусловно, полезны, но важно понимать, что это прерогатива для достаточно здоровых людей. Ну, это я, собственно, говорил про нашу лимфу. Но, опять же, вот я тут на молочку так, скажем так, гоню, но это далеко не самое критичное явление. Есть вещи более страшные. Чтобы получить всю информацию по оздоровлению, подпишись на закрытый канал Романа. Тем более, что стоит это копейки, по сравнению с тем, сколько полезного ты оттуда получишь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова